Маленькая Лиза В документах по Буздегаре и Елизавете специалистами медицинских центров Шиба и Шнайдер составлена программа диагностики с 10-дневным пребыванием в стране, на основании которой вам будет рекомендовано лечение. Обследование и проживание в Израиле обойдется в 400 тысяч рублей. И это не считая дороги. Таких денег у семьи нет. Биологический отец Лизы с лечением дочери не помогает. Он ушел из ее жизни, как только узнал о болезни ребенка. А мама и бабушка девочки из-за постоянных разъездов не могут устроиться на нормальную работу. История Лизоньки известна многим и многие уже приняли участие в ее судьбе. Но пока денег на поездку не хватает. Если вы можете помочь ребенку, номер счета опубликован на сайте Амуринфо в разделе «Крылья». Там же указан номер телефона мамы Лизы и Екатерины. Семья девочки уверена, Лизе можно помочь. Главное не останавливаться и верить. Пусть даже в чудо. Это кто? Аня! Аня! Говори, кто? Аня! 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 В этой операции готовится и Анечка. У девочки двухсторонняя синциневральная тугоуха с четвертой степени. На одно ушко малышке уже сделали операцию и теперь она слышит. Практически каждый день с девочкой занимаются в реабилитационном центре «Надежда». Здесь ребенку помогли адаптироваться, научили различать звуки и начали вызывать голос. Понемногу малышка начала разговаривать. И вот пришел вызов на вторую операцию. В Санкт-Петербурге Аню ждут в сентябре. Ну то есть как бы когда они мне это сказали, что нужно сделать, ну я так подумала, что думаю, ну где-то года через два. Ну как мама, переживая за ребенка, думаю, вот только одна операция, такой наркоз. Думаю, пусть пройдет время. А Зонтова, она сказала, что чем быстрее, тем лучше. Потому что на одно ухо уже идет настройка, они постепенно звук увеличивают громкость, добавляют там диапазон, вот это все. А на втором нет. То есть когда будет сделана операция, пройдет подключение на второе ухо, очень большой резонанс. И как бы это очень тяжело для ребенка. А у нас была только первая настройка, если мы вот как бы быстренько это все, чтобы сравнять. Операцию проведут бесплатно, а вот за перелеты проживания придется платить. 100-150 тысяч рублей для молодой семьи – большие деньги. Ведь работать может только папа Ани. Мама всегда рядом с ребенком. Возит Аню на занятия, к врачам, в детский сад. Время помочь молодой семье еще есть. Если вы можете оказать помощь, реквизиты счета есть на сайте Амур-Инфо в разделе «Крылья». Амур-Инфо в разделе «Крылья»